Ну что вам о себе рассказать? Меня зовут Фрост, я живу на канале Галчата ТВ, и я самый крутой дженгарский хомячок. Не верите? Сейчас я вам всё о себе расскажу, и вы поймёте, что круче меня только то, что варится в крутую. Вот так сейчас я вам покажу, как я умею лазить по своей клетке. Вы когда-нибудь видели, чтобы хомячок вот так вот, вот так вот лазил? А я так умею. Ой, упал случайно. Ну, ничего страшного, я сейчас вам ещё раз всё покажу. Эх, бывает неудачи, и как жалко, что прям на камеру это происходит. Правда, какой-то неудобнячок вышел. И так я залажу, и лезу, 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 вот так вот я, Фрост Акробат. Ага, по-моему, кто-то не подписался на наш канал. Я буду висеть, пока вы не подпишитесь. Подписывайтесь, подписывайтесь, нажимайте на красную кнопку, а то я рискую упасть. А, жмите на колокольчик, а то я упаду, я уже еле вишу. Ну, пожалуйста, нажми каждый на красную кнопку под видео, пожалей маленького хомячка. Подписался? Точно подписался? Не обманываешь? Ну ладно, сейчас тогда буду слазить. Честно говоря, я устал так висеть. Это тяжело, даже такому сильному хомячку, как я. Ну что, чем бы мне еще заняться, чтобы вас удивить? Ага, ну вот так я умею лазить прям по потолку. Я не уверен, что каждый джунгарский хомячок умеет так лазить. Ну, во всяком случае, мне кажется, что я это делаю лучше всех. Напишите мне об этом в комментариях. Ну только не обижайте меня, я еще и кусаться умею. Так, на самом деле, живу я хорошо. Вот мой домик, вот такой вот небольшой. За ним я люблю прятаться. Сюда я сношу какие-то свои такие вот важные вещи. Но я вам их не покажу, а то вдруг вы их у меня тоже украдете. Ну, всякое может случиться. Узнаете про мои тайны и придете, заберете все. Эх, а вообще-то я вам раскрою одну тайну. В соседнем клетке от меня живет моя невеста. Ну, в общем, она еще не знает, что она моя невеста. Но она там живет. И я все думаю, как до нее добраться. Но клетка, честно говоря, такая сильная. У меня никак не получается ее разгрызть. Вот я даже морковкой запасся для того, чтобы сил набирать. Эх, прокручусь! Вы видели, как я крутился? Во, какой я крутой. Ну, честно говоря, это я перед девчонкой выделался. Смотрю, она на меня смотрит там из соседней клетки. Думаю, может, я ей так больше понравлюсь. Ну, и, честно говоря, вот эти все гимнастические трюки тоже были для нее. Хотя она делает вид, что на меня внимания не обращает. Говорит, на твоих видео мало лайков. А я люблю только крутых джунгарских хомячков, у которых много лайков. Вот такое у меня горе. Пойду, наверное, кушать морковку. Раз невеста не получается, что остается джунгарскому хомячку? Ну, вообще-то, еще вам скажу, что жизнь джунгарских хомячков, она не такая сладкая. Ну, не такая, как эта морковка, которую нам дают очень редко. И вообще, приходится тяжело сражаться с всякими недругами. Тут иногда приходят дети, пытаются меня достать. Ну, в общем, достают меня, как хотят, но я прячусь. Ишь, надумал, невеста я ему. Какая я тебе невеста? Ты за мной ухаживал, предложение ты мне делал, и вообще, ты мне не нравишься. Шерсточка какая-то у тебя некрасивая. Я себе буду искать другого жениха по статусу. Ага-ага, ищи-ищи. Что-то я, кроме тебя и себя, здесь не наблюдаю. Не переживай. Паш, дождешь чуть-чуть своего принца, и придешь к Фростику проситься. Фрост, возьми меня замуж, стародевая обзывают. А вот и не приду, и не буду проситься. Ишь, чего надумал? Такую красавицу, как я, любой замуж возьмет. Ну, давай-давай, пофантазируй в своих девичьих мечтах. А когда спустишься на свои опилочки, заходи, Фростик здесь поблизости, в соседней клеточке поджидает. Нет, не жди меня. Знаешь, какой хомячок мне нужен? Такой, чтобы на руках меня носил, чтобы любил меня, и чтобы цветы мне каждый день дарил. Розы, розовые. Розы, говоришь? А морковка пойдет тебе не розовая, а оранжевая? И, ну, на руках носить не обещаю, а так... Лапку подам, если вдруг упадешь куда-то. Нет, Фрост, не читая тебе. Я у нас волшебная красавица, на сказках взращенная, а принцы мечтающая. Ну, давай-давай, покукуешь в одиночестве еще месяц, и как миленькая прибежишь. А ты, мой зритель, нажимай на изображение нашей Маши и подписывайся на наш канал, так ты узнаешь, когда эта крошка прибежит все-таки ко мне в клетку. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!